Благословенный Господь Благословенный Господь Благословенный Господь Мы сегодня начинаем новую главу, новой книги, которая называется «Дворим. Слова. Книги второзакония». Благословенный Господь Благословенный Господь привел нас через два года к земле обещанной, куда мы должны, куда сейчас предстоит войти, должны были войти через два года. И вы проявили недоверие Богу, вы испугались. И вот Он ко всему народу говорит как к одной личности, как к ребенку, как наставник, который наставляет юношу, который уже вырос, который уже становится на новый путь, который должен уже делать поступки взрослого человека, который достиг определенного духовного возраста, который уже способен понимать ответственность, брать на себя эту ответственность и идти делать соответствующие дела. За этих сорок лет, которые Моисей находился там с народом в пустыне, он пережил многое. Народ много раз хотел его убить, тогда, когда желание плоти народа не соответствовало желаниям Бога, крайним оставался Моисей. И так же само Бог говорил Моисею неоднократно, что я уничтожу этот народ, от тебя произведу другой. Но Моисей всегда заступался за народ Божий. Он проявлял верность, отцовские чувства, качества, проявлял ту верность на том месте, на которое поставил его Бог. То, что Бог от него, в принципе, и ожидал. Моисей написал пять книг «Бытие», «Исход», «Левитам», «Числа» и «Второзаконие». Если посмотреть на этих пять книг, мы можем посмотреть путь человека и та цель, которую Господь нас ведет. Книга «Бытие» описывается сотворение этого мира, согрешение, грехободение человека и та жизнь, в которой человек находится. Книга «Исход» Бог показывает, Моисей показывает в этой книге, как Бог выводит, делает исход, выводит народ из той жизни, в которой он живет. Книга «Левитам» Бог показывает, как совершается отделение себя для служения Богу, отделение его народу. Книга «Чисел» показывает то, как Бог вводит свое устройство и порядок. И книга «Второзаконие дворим» — это книга уже как духовного наставника, который смотрит глазами Бога, который наставляет свой народ и вводит два понятия в этой книге. Это мудрость Божья и единство, единство всего народа. То есть это та цель, к которой Бог ведет свой народ. И вот немножко забегу вперед, комментировать будет на следующей неделе. В 4 главе вот об этом и говорит, что 5-6 стих, 4 глава. «Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы обвладеть ею. И так храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о всех этих постановлениях, скажут, только этот великий народ и есть народ мудрый и разумный». То есть цель Бога сделать из них народ, который будет отличаться от всех народов и в котором будет видна мудрость и разум Бога, потому что Бог является их народом. Также апостол Павел в послании к евреям, он сравнивает верность Иисуса Христа с верностью Моисея. В 3 главе 1-2 стих. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания вашего Иисуса Христа, который верен поставившему Его, как и Моисей, во всем доме Его». То есть Писание говорит о том, что Моисей был верным Богу во всем доме Его. И с Его верностью сравнивает верность Иисуса Христа. Только Иисус Христос отличается от Моисея тем, что и выше тем, что Моисей был как служитель верный в доме Божьем, а Иисус Христос – сын Отца в доме Его. И когда Бог водил народ свой, тогда, когда они не смогли, когда Он их подвел через 2 года, чтобы везти в землю обещанную, когда они испугались, подумали, что Бог хочет их уничтожить и взбунтовались, Бог требовал от них, чтобы они доверились Ему и пошли, делали то, что Он говорит, чтобы они не боялись этого. И вот очень хороший пример показал нам Давид. Тяжело делать, когда Бог нам что-то говорит, когда мы не понимаем то, что Он говорит, когда мы смотрим своими глазами человеческими, глазами плоти. Очень хороший пример нам показал Давид, когда весь народ боялся сразиться с Голиафом. Давид пришел к Саулу и говорит, я пойду сражусь с ним. Саул посмотрел на него и говорит, куда тебе идти сражаться, ты мал. Он говорит, когда я пас стадо отца своего, приходили дикие звери, я шел и забирал, Бог предавал их в руки мои. То есть Давид не боялся этого, может быть первый раз его и объял ужас, когда это происходило, и Бог ему говорит, пойди и забери. Но он все-таки попытался пойти что-то сделать. Он не поддался своим чувствам, своим эмоциям, а он пошел, и Бог отдал в руки его, потому что Бог с ним был. И Бог отдавал ему в руки этих страшных животных, медведей, львов. И так же само от народа Божьего, от Израиля требовалось пересилить свой страх, свои эмоции, чувства, желания, и просто довериться Богу и попытаться хотя бы сделать то, что Бог им говорит. Но потом, когда уже Бог сказал, что все не войдет его в землю, они поняли, что они сделали большую ошибку. И в отчаянии попытались что-то исправить, но у них уже ничего не получилось, потому что нужно быть верным Слову Богу тогда, когда Бог говорит это, а не потом, когда уже поздно, когда уже невозможно что-то изменить. И когда Ешоа пришел, посетил свой народ, он говорит о седалище Моисея. Седалище Моисея – это та власть, которая дает возможность учить народ Божий закону Божьему. И Ешоа говорит о том, что, и сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Мы видим, что когда Ешоа пришел, вот этот закон был дан через Моисея. И эта возможность учить народ и наставлять в законе, оно называлось седалище Моисея. То есть принадлежность Моисея. И вот люди, именитые книжники, фарисеи, учителя, они все старались учить, наставлять народ, вроде бы как проявлять верность, то, что обязанность, которую возложил Бог на них. Но сами они так не поступали. И вот поэтому Ешоа и пришел, чтобы изменить условия отношения человека с Богом, дать новое, чтобы сохранить тех людей, которых Бог избрал для себя, для Царства Своего Небесного, чтобы утешить каждого нуждающего. Господь сказал, придите ко мне трудающие, если обремененные, я вас успокою. И чтобы дать защиту, как Писание говорит, плачущим и обращающимся день и ночь. Но Ешоа говорит, что когда придет Сын Человеческий, найдет ли он веру на земле? Знаете, я вот когда прочитал это место, немножко вот страшно стало, посмотрел, как народ Божий Израиль, он не поверил Богу и не пошел за Богом. Как они 40 лет роптали на Бога, искушали Бога, гневили Его. И вот так же самое в нашей жизни. Ешоа говорит, что когда приду, говорит, я все вам дал, дал вам защиту, даю вам, в чем вы нуждаетесь, забочусь о вас, храню вас, оберегаю. Но когда я приду, найду ли веру на земле? И неужели действительно это так трудно, сохранить веру Господу? Бог от нас многого не требует. И вот Церковь, мы все, Господь нашел нас в этом мире, каждого в этом мире блаждающего на своем пути. Господь сделал исход через принятие Ешоа, через прощение грехов в нем, через покаяние. Господь отделил нас для себя, отделил от других всех народов, явил свою славу на нас и совершает наш путь, чтобы мы дошли до Царствия Небесного. И вот в послании к Ефесянам апостол Павел пишет в церкви в Ефесе, и он поставил одних, ну и Бог в своей церкви дал свое устройство и свой порядок. И вот с 11 стиха он говорит, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть совершает служение для того, чтобы нас всех привести, церковь привести в единство веры, чтобы мы имели одно сердце, одни мысли, одну веру, и чтобы мы возрастали в возраст Иисуса Христа, мужа совершенного. И Бог нам все дал для этого. Дорогой мой друг, не бойся этого. Делай то, что тебе Господь сказал. По крайней мере, постарайся, даже если бывает страшно, тяжело. Не говори, я не способен. Не говори, это не мое время, это не я. Иди и делай то, что тебе Господь говорит. И Бог всегда будет с тобой, будет хранить тебя, вести, и Он сохранит в силах довести тебя и сохранить тебя для себя. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok